Господи Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, 18 ноября, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из 2-го послания апостола Павла Коринфянам, глава 11, стихи с 1 по 6. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою Девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью Своею прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами читаем и размышляем над отрывком из второго послания апостола Павла к Коринфской Церкви. В этом послании апостол Павел иронизирует. Он говорит здесь о том, что коринфяне очень увлекаются некой помпезностью и неким умением лжеучителей, лжеапостолов подавать себя. И об этом говорит в этом небольшом отрывке. Итак, в первом стихе 11 главы он пишет. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне». И здесь он как бы иронизируя говорит о том, что он находится в неком безумии. Апостол Павел всегда говорил о себе, как о неком юродивом человеке, когда нужно говорить о своих достатках, о своих достоинствах. Апостол Павел всегда старался обойти эту тему стороной. Но если ему выпадала такая возможность, вернее, была необходимость прибегнуть к этому методу, он всегда говорил о себе в несколько таком юродивом, безумном виде. И он говорит здесь о своем неразумии, о своей глупости. И в славянском тексте стоит глагол слова «безумие», к его безумию. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему безумию, к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревнуя вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». И здесь апостол Павел вводит распространенный и типичный для библейского мировоззрения и для библейского языка образ брака между церковью и между Богом. В пророческих книгах мы часто находим образы того, как богоизбранный народ уклоняется от почитания единого истинного Бога, и пророки описывают эту ситуацию как измена жены супругу. И вот эта терминология брачных отношений играет здесь очень важную роль, потому что апостол Павел ревнует ревностью Божией о тех христианах, которых он привел ко Христу. И он ревнует, если кто-то пытается свести их с пути истинного понимания Бога и с пути спасения. Потому что он, апостол Павел, обручил их, коринфин, единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. И апостол Павел в то же время, ревнуя о христианах города Коринфа, он говорит о том, что он боится, что лжеучителя, лжеапостолы, которые являются прямыми противниками проповеди апостола Павла и проповеди Евангелия Христова, хитростью прельстят коринфян, и те повредятся умом и уклонятся от простоты во Христе. И действительно, христиане Коринфа хотели, и им нравилась некая такая сложность. Как мы знаем, в Коринфе существовали некоторые партии, которые приписывали себе различные пути жизни в Церкви. Как мы помним, была проблема то, что одни говорили «я Аполлосов», «я Кифин», «а я Христов» и так далее, «я Павлов» и так далее, и так далее. То есть было некое разделение. И, вероятно, одним из магистральных течений этих разделений была именно тяга к некому философствованию, некому усложнению доктринальному. А апостол Павел призывал к простоте жизни во Христе. И он боится о том, что это некая философская мудрость, эта хитрость этих лжеучителей, она увлечет коринфян своей привлекательностью, привлекательностью именно своей формы, а не содержанием. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. И, конечно же, апостол Павел здесь выражает степень высшей иронии, потому что он называет этих лжеучителей высшими апостолами. Конечно же, один из методов нападок на апостола Павла это было принижение его апостольства, так как он не был, не жил со Христом и не ходил с ним во время его земной жизни. И многие из иудействующих христиан сомневались в легистинности его апостолов, и поэтому не почитали его как равным тем апостолам, тем двенадцати, которых избрал Христос еще при жизни. И эти лжеапостолы, которые хвалились собой и умели себя преподать, себя преподнести в лучшем свете, вот их и называет апостол Павел высшими апостолами. Однако он по праву считает, что у него нет ни в чем недостатков перед этими якобы высшими апостолами. Хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. И очень важно, что апостол Павел говорит о том, что, вероятно, он не обучен каким-то невероятным приемом риторическим, каким-то невероятным философским мудрованием, и его речь не настолько привлекательна в научном смысле. Его речь проста и незамысловата для высокообразованных, коринфян и тех людей, которые противятся проповеди апостола Павла. Но, возможно, он, его слово, гораздо проще, чем их слово. Но он говорит о том, что в познании он не невежда, не тот, кто не обладает знанием. И от этого говорит простыми словами. Апостол Павел обладает самым высшим знанием, а именно встречей со Христом. Именно Христос даровал ему благодать Святого Духа и послал быть апостолом. И поэтому апостол Павел в той же степени апостол, как и другие апостолы, которые и признали это его апостольское достоинство на соборе в Иерусалиме, к чему апостол Павел делает отсылки в своих посланиях. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова